друзья приветствую на канале таро подсказки на каждый день и сегодня у нас будет диагностический расклад на тему что не дает двигаться вперед возможно вы сейчас такой ситуации когда прилагаете очень много усилий много вкладываете свое развитие возможно в свою работу в принципе в семью в отношения ну или вообще как то вот знаете получается такое осознание что я работаю работаю что-то делаю делаю вкладываюсь вкладываюсь того результата который я хочу или предполагаю да я его не получаю и то есть данный расклад поможет нам посмотреть вообще что не дает двигаться то есть какие преграды стоят могут быть глубинные преграды могут быть преграды из из прошлого то что с вами когда-то произошло да может быть вы сами в чем-то саботируете да какие-то вторичные выгоды в общем будем все разбирать сегодня у нас будет три варианта вот они перед вами и будет у меня очень много помощников потому что мы будем с разных сторон вообще смотреть все есть у меня опять здесь колода психолога поэтому достаточно глубинный будет расклад и так выбирайте первая колода вторая колода третья колода ну то есть 1 2 3 вариант можете выбирать просто по цифре можете выбирать визуально вот как вам нравится рубашка или же интуитивно посмотрите на каждую из колод почувствуйте попытайтесь почувствовать тело где-то может быть импульс какой-то из колод да у вас прям потянет и тогда выбирайте по этому импульсу собственно мы начинаем как всегда с первого варианта если вам не хватило времени для того чтобы выбрать да просто ставьте на паузу и давайте переходить единички приветствую давайте посмотрим что там у вас такое происходит а что вам не дает двигаться вперед выходить может какие-то новые уровни как-то качественными на свою жизнь и так далее сначала мы начнем с вашего сигнификатора который ну давайте так раз раскрыла как-то меня рука прям сама потянулась а но кто видел тот видео лавки и хорошо сигнификатор важно по нему поймете что вообще ваш не ваш расклада смотреть не смотреть дальше возьмем три причины три основные причины которые вас тормозят так не раскрывать первая причина вторая причина и третья причина как влияет вторая причина как влияет и третья причина как влияет возьмем по одному совету для каждой причины что можно сделать как исправить ситуацию как наладить может куда все что там происходит и возьмем вам подсказку ну прям я бы сказал ведь как фокус внимания то что глубина нужно проработать это колода психолога я еще раз напоминаю мы прорабатывали совместно скажем так кто захочет полезть глубь того будет очень хорошая возможность это сделать и так и есть у меня еще одна колода да но она на случай если нужно будет вот здесь какую-то из сфер жизни нам прояснить если там будет необходимость и так давайте смотреть ваш сигнификатор кто вы сегодня да что у вас сегодня происходит на первую карту мы видели вторая карта и третья карта ну собственно вот как есть заголовок до видео так она есть во первых вы идете в новую вы начали какой-то новый этап своей жизни здесь может быть или же закончили отношения пошли в новое да как свободная женщина или мужчина или же в принципе новые отношения начали там вышли на какое-то новое вообще понимание себя того чего вы хотите в жизни куда вы хотите двигаться и так далее но проблема в чем результаты которые вы получаете они вам не нравятся или же вы наоборот как раз таки вкладываетесь вкладываетесь а результатов не видите или же они не приходят их приходится очень долго ждать они действительно знаете как ну вымучено там очень много сильно усилий надо предлагать и что еще королева жезлов она перевернутая то есть знаете я бы сказала такая нервозность в чем-то даже нетерпимость нетерпеливость да то есть повышенная тревожность когда у меня что-то не получается и я начинаю на кого-то срываться и меня все раздражает мне не нравится да я могу здесь манипулировать людьми чтобы побыстрее вот этот процесс получить да чтобы побыстрее эти результаты получить давай давай быстрее быстрее ну что ты там условно тупишь да вот такое состояние то есть да вы вроде как что-то начинаете но то что вы делаете она или не приносит результата вообще или же не того чего вы хотели смотрите по этому сигнификатору если вас это описывает оставайтесь здесь дальше если это ну прям совсем не про вас ходите на второй на третий вариант возможно там вы себя найдете и так давайте смотреть по причинам первая причина которая не дает двигаться вперед так ну смотрите первая причина это может быть связано с тем что хаотично вы как-то пытаетесь всего добиться знаете вот эти действия которые вы предпринимаете они просто неверны вы знаете как вот это вот создание какого-то деятельности но по факту все что вы предполагаете да она но пустое знаете как вот этот закон паре это там где 20 на 80 так вот 80 это вот все что вы делать по факту ничего не получается то есть вы больше сконцентрированы на какой-то уборной деятельности давайте так это назовем так как это на вас влияет а давайте знаете что я хочу прояснить в какой сфере потому что все таки это у нас не старший арканда это там ладжи то есть где-то вы что-то так большую суету наводите мне интересно в какой сфере вы это делаете так ну по жизни по работе по деятельности по бизнесу вообще в принципе вот чего-то достигать добиваться что-то предпринимать да вот в этом плане ну собственно как и давайте посмотрим как как влияет вообще как на вас это какое влияние оказывают ну смотрите во первых то что все не так и все не туда пятерка разочарование такое когда я вижу что ну да вроде результаты есть но не менее устраивает имени не нравится да то есть больше того что неправильно больше того что вообще не хотелось бы видеть своей жизни дали как-то избежать или что-то очень много борьбы вам приходится доказывать постоянно я я вот я достойный или достойно мне это нужно я вот условно из этого добился и я буду стоять на своем да то есть но вот очень много и двойка мечей это постоянно вам нужно знаете как там смотреть на держать руку на пульсе да то есть смотреть где что какие новости какие новинки какие кто что сделал допустим если мы берем работу конкуренты да как бизнес что делали конкуренты нужно узнать посмотреть быть ну условно в тренде если мы говорим просто про работу то с коллегами до постоянно это взаимосвязь коммуникация надо как-то их учитывать а не хочется и как-то взаимодействие с не хочется потому что вечная борьба вечно что-то не то знаете вот очень много тит на борьбы такой суеты прям происходит и советуем в этом плане очень интересный совет конечно перевернута королева жезлов вот она здесь была и вот она здесь у вас остается я хочу я хочу подсказку потому что как это вредные советы все равно происходит смотрите вам нужно закончить этот период своей перевернутой королевы жезлов вам действительно нужно уже найти тот огонь то правильное вообще проявление к людям через которое у вас будет это все получаться то есть почему у вас вот это суетливое состояние потому что ваш королева жезлов она перевернута и там у нас была первая карта мир да то есть вам нужно закончить этот процесс закончить это свое понимание состояния то есть вам по сути нужно вот эту королеву вернуть прямое хорошее положение королева жезлов прямая она знает что она хочет и она знает кто ей поможет по сути своей она через для других людей добивается того чего хочет и тогда ей не нужно будет самой ничего предпринимать на то есть здесь подумайте в эту сторону потому что посмотрим глубинную подсказку ну как первая скажем так поверхностная да в чем проблема вот этой вашей перевернутой королевы жезлов здесь у вас могут знать еще что сбитые путь ориентиры но мы еще посмотрим что там что здесь выйдет скажем так резюме потом итак попытка на вашу попытку может ему причина номер два терка мечей это знаете когда вы пытаетесь оставить за себя последнее слово когда вы пытаетесь чтобы пусть и маленькую битву да но мы выигрываем пусть как-то не совсем ну как не до конца права или прав но по крайней мере сейчас я всем доказал или всем доказала что именно нужно делать так как я хочу это вот знаете так именно поставить что это у нас в кубках это в кубках это в отношениях сфере отношений в сфере вообще проявления чувственности своей то есть смотрите в сфере отношений может получаться такое что ну или в принципе вообще да с людьми взаимодействия да именно не по работе а даже с друзьями да потому что с друзьями у нас же тоже с вами кубковое взаимодействие происходит да нам же нравятся наши друзья мы же действительно испытываем к ним какие-то хорошие позитивные эмоции да мы с ними прям сильно надолго так вот что тормозит вот это желание быть всегда правым желание чтобы за вами было последнее слово желание чтобы все делали так как вы хотите да по сути своей быть таким лидером но знаете дело в том что вы действительно прилагаете к этому усилия не потому что вас выбирают лидером да потому что вы условно не оставляете других вариантов людям как влияет смотрите во первых четверка кубков прямая да это когда плюс-минус меня все устраивает это все стабильно это все нормально это все комфортно ну да может быть нет каких-то всплесков да может быть нет действительно каких-то прям больших проявлений эмоций но по крайней мере даже вот на четверочку ну пусть будет да это лучше чем вообще ничего и здесь еще знаете такое почему вы так можете себя вести ну и вообще в принципе как как влияет а то что люди вокруг вас они не готовы вкладываться вообще во взаимодействие и в отношения особенно если мы говорим в принципе про партнерские отношения про любовь то действительно человек видит что если вы себя так ведете но зачем я буду вкладываться то есть я не хочу скажем так в конечном итоге условно если она решит все разбить скажем так может ему закончить то все 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 мои вот эти усилия они пойдут прахом да то есть тогда зачем я сейчас буду что-то делать здесь может быть нас так проявляться в пассивности партнеров и в принципе друзей да когда вы можете биться биться опять же и вы вроде как хотите быть но условно главный да по факту да вы получаете свое главенство но какой ценой до люди вокруг вас они становятся такими не инициативными да то есть получается что но ты же хотела вот теперь неси и что еще влюбленные перевернутые понимаете выбора по любви не происходит то есть вы знаете больше опять же через борьбу через какой-то напряг ты делаете вы больше принуждаете нежели действительно даете право выбора людям и в том числе себе да то есть у вас есть какой-то прям вот цель на какой-то там не знаю там горизонт намечены да вы к нему идете вы даже не рассматривайте другие стороны вы не рассматривать вариативность вообще какая может быть потому что люди вокруг вас есть в первую очередь ваш партнер да он может вам сильно показать что-то приоткрыть но вы даже не рассматривается да потому что вам очень важно чтобы за вами было последнее слово совет подсказка вам ну вот видите двойка кубков здесь прямо так идет учитывайте своего партнера учитывайте желание учитывайте эмоции которые возникают и делайте все знать как на равных не пытайтесь на вот эту пятерку прям прожимать идите идите на равных потому что партнерство это равное взаимодействие взаимоотношения да когда я вкладываюсь и партнер вкладывается когда я даю и партнер дает опять же когда я беру и партнер берет то есть это взаимовыгодная ну еще расскажу партнер сказать еще раз прям пусть будет очень больше любви больше эмоций больше проявления больше принятия я бы сказала да то есть почему просто происходит вот это потому что вы тоже знаете как с принятием проблем очки могут возникать и так ну давайте смотрим третья причина что там такое происходит берем это десятка кубков ох 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 ну давайте еще посмотрим какой в чем это такое я бы сказала полное неудовлетворение вообще в кубках опять эмоциях опять в отношениях так ну что хочется сказать знаете за что боролись на той напоролись полное вообще неудовлетворение вот этой эмоционально чувственной сферы вы можете быть в отношениях на самом деле но эти отношения вам вообще не дают того чего вы хотите это может быть действительно или не тот партнер вы просто заведомо неправильно выбрали партнера да вы скажем так концентрировались не на тех вещах не на тех качествах партнера до вступили в отношения а теперь вы понимаете знать как под падают розовые очки вы понимаете что все не так и все не то и вот это не то это не то а что ж теперь делает а мы так допустим долго уже вместе не хочется даже но как бы и бросать и с тем что есть и дальше-то тоже не идет сюда потому что тем это расклада у нас это что не дает двигаться вперед так вот вот эти упаднические настроения в отношениях они тоже не дают двигаться вперед так ну давайте смотрим как влияет но смотрите я скажу так вы больше за стабильность да то есть у вас прямая единственная четверка жезлов то есть сохранить то как есть да вот это вы хотите то есть такое скажем так стагнационное состояние то есть особо вкладываться не хотите но что происходит новых каких-то горизонтов и для себя не видите до перспектив вы не видите развитие то есть что вот просто что вы услышали так и останется вот так как сегодня у вас происходит она так и останется потому что нет вот этого выбора на будущее вы даже не понимаете вообще зачем ну как бы цели да нет условно то есть так как есть мы будем существовать дальше а чего-то больше нет и здесь королева меча перевернута это знаете я скажу очень плохое состояние женщины когда во первых недовольная женщина во вторых эмоционально нестабильная женщина в третьих это очень холодная женщина дистантная женщина вы можете не проявляться к партнеру вообще вы можете очень колко и извительно с ним общаться вы можете знаете как скажем так бить в самое больное когда вы знаете что партнера вот там ну как бы переживал очка да и для того чтобы сделать больно а вы намеренно хотите сделать больно вы бьете туда почему я говорю намеренно потому что вы не удовлетворены отношениями и это знаете такое как бы подсознательное желание отплатить на потому что вот опять же то есть вы видите вариант только вот то как есть только и сейчас то есть развитие варианта вы не видите и вроде как вы двигаться то никуда не ну как бы особо но не хотите и работать над отношениями тоже не хотите знаете дать я посмотрю сейчас подсказку вам здесь вот эту маленькую я просто думаю что это тоже да а потом тогда посмотрим большую глубинную подсказку ну что подсказку ну слушайте единички эта карта на я просто скажу как есть вам предлагается как подсказка как совет уйти от того чего у вас что у вас не наполняет что вас не удовлетворяет достаточно тяжелый совет потому что здесь в принципе знаете так не говорится о том что закончить отношения но по первичности первый шаг это во первых понять что вам не нравится в отношениях и попытаться это или сгладить или исправить или жену принять да и здесь через взаимодействие с партнером в принципе да нужно все делать то есть не вы сами по пятерочке сами там все решите сейчас все разрулить и да как то там где-то прожмете где-то кого-то нагнете да от сильно взаимодействие с партнером потому что вы в отношениях у вас партнерские отношения оба несут ответственность за то что происходит если что-то не нравится что-то скажем так не наполняет уже то обе стороны должны прийти вот к этому не первых пониманию до осознанию во вторых к решению что дальше и здесь опять же вам да то есть и здесь послушайте сейчас просто внимательно услышите это не разрывать отношения на вообще понять что не так но это первое если прям совсем сильно понимаете что все плохо но тут уж сами решаете да в общем что хочу сказать по тому какие карты выпали очень много знаете я бы сказала так взяли ответственности на себя такое чувство как будто вы пытаетесь вот если вы в партнерстве данным мы смотрели да в отношениях то я извиняюсь вы и баба и мужик из-за двоих вот прям конкретно вы и активничаете очень активно себя проявляете но за счет того что знаете как это занимаетесь не своим делом да делайте на самом деле очень много промечивых и пустых поступков и действий в принципе и пытайтесь как-то поражать как-то чтобы все было по-вашему но по факту он примете это борьба когда вы живете в борьбе это говорит о том что вы живете ну как-то неправильно не в согласии с собой у вас нет от этого контакта с собой и поэтому происходит то что происходит давайте посмотрим глубинную подсказку вам и это для тех кто хочет прорабатывать кто хочет сильно изменений кто хочет идти дальше прям вот ну действительно менять жизнь но смотрите большая задача перед вами стоит это работа со своей сексуальностью работа со своим женским началом почему так опять же я говорила во первых у вас перевернутая королева жезлов это самый первый вообще показатель да здесь она у вас была как совет что пока она у вас перевернутая будет происходить вот так очень много борьбы очень много контроля очень много но опять же как я говорила да вы выполняете не свою роль так вот действительно совет тот то это опять возобновить контакт с собой сейчас больше наверное все таки для женщин до прозвучит потому что когда вы находитесь в своей скажем так в контакте со своей сексуальностью вы себя чувствуете по-другому ощущаете по-другому вы становитесь более плавной более текучий более принимающий более игривый понимаете вот именно вот то состояние женщины когда она живет не борясь а играючи когда у нее опять же все происходит легко недостаточно легко так вот вот эта задача вам на проработку поработать именно со своей сексуальностью пойти вглубь кто хочет кто готов в описании есть ссылочка вы можете переходить по ней там такой скажем так и давайте назовем урок но он не урок а там как проработка была подготовлена совместно с психологом там есть на погружение состояния и на то что нужно из себя скажем так достать проработать до для того чтобы продвинуться вот в этом в ощущении в понимании поэтому кто хочет действительно разобраться с этой ситуацией переходите кому было достаточно того что здесь происходило вот эти советы опять же вскрывалась очень много чего пишите свои комментарии насколько у вас отыгрывается насколько это то вот как вы действительно видите в своей жизни на как у вас это происходит и соответственно ставьте лайки подписывайтесь если еще не подписаны и если вам нужно персональная консультация контакты есть в описании связывайтесь со мной ну и до новых встреч пока пока двоечки приветствую ну что давайте смотреть что у вас скажем так тормозит они дают двигаться вперед у нас будет сначала сигнификатор по которому вы можете понять вообще ваши позиции не ваша посмотрим вы на сегодняшний момент что у вас происходит дальше три причины на которые не дают вам двигаться вперед первая причина вторая причина и третья причина далее как каждая из этих причин влияет на вашу жизнь сегодня как-то проявляется причина номер один причина номер два и причина номер три далее посмотрим по совету на каждую причину что нужно сделать что вам поможет исправиться как-то не нивелировать скажем так влияние совет 1-2 совет 3 так и здесь у меня будет глубокая проработка до 100 глубина нужно проработать это колода психолога это для тех кто хочет пойти пронсить на решение проблем и смотреть подвигу так ну что и мне будет еще одна колода это на случай если не нужно будет прояснить в какой сфере ваши причины кроется ну что он давайте вы здесь и сейчас что у вас происходит так на что могу сказать достаточно хорошее ресурсное состояние но именно вот эта восьмерка меча перевернутая которая говорит о том что вы не видите путей как будто бы что делать дальше так до двигаться как вообще решать проблемы что вообще вот знаете как дальнейшего какое-то ближайшее обозримое будущее это знаете как допустим ехать в глухом лесу в ночи с ближним светом да вот вы даже ближний свет вы вроде включили а все равно что-то непонятное и может не знаю там туман мешает до вас противотуманка не работают я просто чтобы вы понимали да вот это состояние когда вроде бы вы и двигаетесь но вы действительно как будто знаете вот на ощупь и вот это ощупь вам не очень нравится потому что смотрите у вас вы в прямом положении королева жезлов прекрасная карта в контакте с собой горящая женщина понимаете вообще свою суть то как вы можете скажем так проявляться в этом мире как влиять на людей да и естественно у нас тут и пентаклик с вами достаточно я говорю ресурсное состояние да чисто физически вы себя чуть ощущаете хорошо это может говорить опять же про материальную базу про бытовую базу про ту же самую сексуальную составляющую почему не отдать все таки у нас проявление физическое здоровье здесь да окей все хорошо понимаете то есть по сути это вроде как все хорошо а чё жаловаться но вот именно знать как как будто бы как пути закрыты и но если скажу такое что больше вы не видите тех выходов да вы не видите тех тропинок по которым пройти мы сейчас посмотрим причины но если вам эта сигнификация не подходит вы понимаете что у вас но вообще кардинально другое положение состояния сходить пожалуйста на первый вариант или на третий вариант и посмотрите может быть сильно там вы себя найдете так но здесь давайте смотреть причины которые вот вас держит в этой восьмерке мечей перевернутой первая причина но здравствуйте приехали перевернутые может ему дело я скажу сразу сами виноваты но вот уж простите это зависимости созависимости это то когда вы сами себя сажаете в это положение это может быть действительно положение жертвы с одной стороны а может быть как раз таки вот того абьюзера на который но влияет на людей окружающих давайте проясним какой сфере по крайней мере чтобы нам понимать что мы в кубках отношениях так ну что прекрасно смотрите какая ситуация здесь я расскажу две полярные ситуации да потому что может смотреться для себя первое когда вы действительно стоите в созависимости и вы как зависимый человек это когда важную главную роль ваших отношений занимает ваш партнер когда решение за партнером когда он важнее то есть его желание чувство проявления его цели в жизни его вообще ну понимаете вот в принципе вы человека ставите как будто бы на пьедестал здесь может быть такое уж простите я сейчас у прям нагнету обстановку на состояние но вот как есть это когда у нас мужичок вроде как и плохенький да но хоть такой и вот вы за него держитесь пытаетесь всеми силами как то ему угождать и быт и дом и на работу ходим и детей воспитываем но как бы понимаем что это не предел мечтаний да ну вот как есть то есть мы в принципе зависим от того что мы ну как бы не хотим оставаться одни да поэтому мы соглашаемся на то что есть здесь может быть чисто эмоционально когда вы просто терпите да не корректные к вам отношения это допустим физическое проявление до нехорошего к вам отношения как те же побои да и так далее это психологическое воздействие на вас это вот абьюз да когда вас и руками не трогают данную словами очень сильно прикладываются и вы все равно продолжаете ставить отношениях быть но с другой стороны мне интересно в принципе того же нас королева горящие поэтому очень вероятно что вы на самом деле находитесь в той активной позиции того кто держит и здесь может быть опять же почему вы держите рядом с собой того человека который в принципе не должен быть с вами да это опять же какие-то вот эти установки не проработки те же самые когда вам нужно чтобы кто-то от вас зависит от это ощущение власти нам здесь может быть когда вы хотите чтобы человек скажем так вами грезал дорожу да и так далее здесь на самом деле можно уходить очень глубоко но как есть давайте смотреть как влияет на вашу жизнь знаете я все равно склоняюсь к тому что все-таки вы находитесь со зависимости вот простите если если это не так то просто это не ваша скорее всего позиция смотри что происходит у вас мир император прямой да и пятерка жезлов это одну как карта борьбы понимаете вы как боретесь да вот этот мужчина он у вас ну прям главный он для вас главный да то есть вы действительно есть как под свет в окошке и там получается вот это вот вечная борьба в себе с собой хочу не хочу делать не делать а вот я думаю по-другому но раз он сказал то надо сделать да и так далее понимаете у вас вечно какой-то конфликт происходит и здесь вот этот мир нам я бы сказал что тянется очень давно и здесь его знать еще может быть такое что состояние когда или побороться за эти отношения или все закончить но вот этот император здесь посредине он знаете как будто вас сильно держит не дает это все сделать то есть даже принять решение дать посмотрим совет тяжелая позиция но слушайте сами видите башенька вам выходит совет изменить ситуацию которая происходит сейчас кардинально под самое основание разрушить вот это то что вы там строили строили наконец построили да потому что когда вы находитесь в дьяволе даже в прямом дьяволе а у нас перевернутый понимаете это то когда ваши какие-то желания ваши опять же зависимости искушения они не дают вам видеть важное они дают вам есть главное во первых себя свои желания и здесь так и получается да то есть для того чтобы вам дальше двинуться вам нужно под основание все разрушить здесь смотрите сами или вы будете разрушать ту ситуацию созависимости когда вы будете постепенно до выставлять границы рамки и как бы выстраивать отношения по-новому с этим же человеком или же вы полностью скажем так пойдете в новое да с новым человеком это решать вам абсолютно да то есть исходя из ваших ситуаций до каких вы сейчас находится итак вторая причина фу как тяжело не могу вторая причина ваш мечей смотрите вторая причина это то что я бы сказала знаете информация достаточно мало вот в том положении в котором вы сейчас находитесь вы действительно знаете как каком-то зависимом положении когда для решения для принятия на вам вот как будто бы чего-то не хватает это то когда может быть у вас есть какие-то вообще осознание так хочу я гадаю давайте мы посмотрим что за сфера у меня так это первая причина выбила прям вот что вы понимали там действительно тяжело так что интеллектуально здесь знаете смотрите для того чтобы вот что вам мешает двигаться вперед а вот этот ваш паж мечей то есть вы в состоянии пажа мечей то есть вам действительно не хватает какой-то информации то есть не то что прям как нехватка а вы возможно двигаетесь в правильном направлении да если допустим вы там выстраиваете какие-то новые для себя шаги до для новой хорошей жизни то чего-то вы не видите чего-то вы недопонимаете но смотрите здесь в том плане что вам просто ну так мало поработали да давайте так скажу погрузитесь вглубь того вопроса который вы сейчас изучаете погрузитесь вглубь смотрите если вы выстраиваете какой-то бизнес если вы выходите на новую работу если вы в принципе выходите на работу далее пытаетесь меняется сферу деятельности и так далее больше погрузитесь в этот вопрос чтобы больше понять вариативность чтобы больше понять возможности того что там будет а потому что сейчас как будто найти только подошли скажем так к воде до к морю вот вы только там по щиколотку зашли и вы не знаете еще что там вот в этом море можно вообще ждать и ждать а вы пройдите дальше углубитесь поймите вообще что там вообще происходит да и тогда вы узнаете какие интересности в море хранятся но это как пример то так давайте смотрим как это влияет на вашу жизнь ну да смотрите не чувствуете себя победителем не принимает не можете принять какого-то сильно важного решения да и восьмерка кубков она у вас знаете как будто бы я пытаюсь уйти от того что мне не нравится да то есть то что меня не наполняет то что меня печалит здесь здесь я бы сказала знаете вот 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 в этом год заключается вся ваша восьмерка мечей перевернутая то есть вы действительно хотите двигаться до восьмерочка у вас есть прямая вы действительно готовы то есть вы понимаете то что есть у вас сейчас она у вас не наполняет она вас не радует это не то чего вы хотите да но тот принять решение вы не можете да потому что опять же может быть не хватает какой-то информации знаний и вот этого чувства победителя до его нет здесь может быть почему потому что во первых если мы смотрим ну как если вы оказались на созависимых отношениях то здесь если отношения заканчиваются значит я проиграла или я проиграл но по факту это не так нужно иметь очень много силы внутренние во первых да для того чтобы понять и принять что эти отношения неправильные для меня эти отношения не приведут меня туда куда я хочу эти отношения скажем так они для меня губительны понимаете и когда вы с этой стороны посмотрите вы поймете что уходя из таких отношений вы действительно будете победителем да может быть будет тяжело потому что выстраивать новую жизнь поверьте тяжело я знаю через это проходило но все мы люди если мы хотим жить дальше мы хотим жить дальше хорошо да то мы найдем эти возможности мы найдем эти ресурсы но здесь давайте посмотрим советом как будто бы какой-то вредный вам совет даю знаете вот чужой мнение не принимать чужой мнение другое мнение другое мнение другое что-то хотя хочу прояснить так а что надо давайте так двоечки я начну говорить может быть что-то о общее то придет в моменте уже но смотрите вот как я говорила да не учитывать чужое мнение то есть в принципе вы можете его послушать да но не принимать на его основании решения давайте вот так скажу здесь про то что результаты которые вы получаете это не те результаты которые вы хотите да они вам не приносит радости вложения которые вы делаете они действительно они больше убыточные в перспективе чем приносят какие-то плоды до в перспективе то есть это не хорошая инвестиция это действительно заведомо убыточная инвестиция страхи которые есть они не прорабатываются они больше вам действительно знаете как глубже закрывают а и так далее но я спросила то что ну как это больше то то есть это не делить не раскидываться скажем так своими эмоциями своим вот этим эмоциональным чувственным планом то есть не бежать с открытым сердцем ко всем да не пытаться делать супа по справедливости но прямо смотрите я просто что хочу сказать у вас здесь в прояснение перевернутые все карты кроме пажа жезлов пажа жезлов это тот который что-то делает у него есть огонь внутренний он знает чего он хочет и он начинает это делать он может быть не знать всей дороге он может не видеть всей этой дороге да но он делает первые шаги это как говорится да ну хотя бы встань с дивана сделай первый шаг вот что-то нужно сделать да и это не просто вот что мне люди говорят а вот вам просто а про то что я считаю нужным и правильно вот собралось давайте двоечки тяжеленькие вы тяжеленькие давайте смотрим третья причина и королева пентакли перевернута нет у вас стабильности вы не ощущаете себя стабильной здесь может быть знаете какой у вас возможно нет дохода возможно этот доход непостоянный да то есть если он есть то мне постоянно вы не можете действительно на него опереться вы не можете почувствовать самодостаточность опять же почему вы до сих пор можете быть в этой созависимости потому что в принципе элементарно да у вас просто нет ресурса денежного да для того чтобы двинуться куда-то и тут это прям как раз появляется здесь что еще может быть опять же вот это бытовая сфера да у вас может быть перевернута в том плане что вам просто некуда идти до или своей квартиры нет или даже съемную не вы можете но опять же по финансовой причине себе позволить еще здесь может быть то что вы знаете я бы сказала потеряли веру себя как в женщину то есть свою сексуальность не уверена в том что вы еще кому-то понравится что вы возможно да не все потеряли форму и вот вы на себя смотрите вам не нравится то что вы видите зеркале и это вас тоже тормозит понимать это вас еще больше загоняет вот в этого дьявола перевернутого что но хотя бы с этим да то есть ну знаете как опять соглашаюсь на меньше давайте посмотрим как влияет ну как влияет смотрите у вас и паши рыцарь это знаете такая достаточно оборонительная позиция да вы можете достаточно колко как-то проявляться опять же из-за того что вы защищаетесь то есть вы считаете что это ваше проявление сила вот ваши это восьмаркан выходит что через вот это скажем так словесное ментальное взаимодействие да вы как-то себя огородить и вы как-то вот эту силу проявите как-то пытаетесь то все ну да я бы сказал знаете такие защитные механизмы и я не больше словесного плана действительно то есть никогда я пытаюсь себя по-другому как-то защитить а больше как-то ну вот словами какими-то колкостями возможно так давайте смотрим подсказка вам совет прекрасный совет найдите в себе императрицу я понимаю что при перевернутой королевой пентакли это такой себе совета но просто поймите что пока вы сами себя не наполните не почувствуете свое вот эту женскую силу да ничего происходить не будет то есть вы можете то есть не смотреть как здесь больше про то что императрица это у нас скажем так высшее проявление женщины в картах и для того чтобы быть императрицей все королевы должны быть прямые так вот прямую жезловую мы видели ничего вы у нас здесь как-то появлялась на сигнификаторе выход на сигнификаторе на дополнение выходила кубку к сожалению мы не видели да но будем предполагать что там все окей хотя нет если в таких отношениях я предполагаю что там не окей и пентакли вы у вас перевернутая да то есть получается для того чтобы вам получить эту императрицу вам нужно хотя бы опять же над повернуть свои пентакли то есть подумайте о своем заработке о своем достатке о финансах о быте но и опять же о внешности смотрите я эти вас сейчас не призываю идти в зал там пытаться чем-то заниматься нет здесь про принятие здесь про то что я люблю себя любой да допустим сейчас я выгляжу так но на это есть причина и просто попытайтесь наладить контакт с собой это намного важнее чем опять же идти в зал там изнурять тренировками мать это через давление это тоже будет проявление нелюбви к себе на когда я себя заставляю поэтому смотрите итог нам перед тем как пойти дальше что происходит я скажу так мне тяжело не сильно этот расклад дался очень тяжело эта позиция очень давать далась тяжело потому что ну прямо передается этот груз вот этот вот и именно знаете вот это вот состояние когда я связана по рукам ногам и выхода я не вижу ну вот действительно то есть знаете как будто к в клетку посадили и ничего не происходит но фактом и выяснили на что у вас действительно есть пути у вас есть ресурсы на хоть маленькие мы здесь увидели да тузик то у нас есть один пентаклик у нас есть поэтому пытайтесь наладить вот эти пентаклики да для того чтобы вам можно было почувствовать себя более самодостаточной да вот этой императрицей и тогда двинуться дальше я скажу сразу для того чтобы это все сделать вот эту башню сделать вот эту императрицу делать нужно сильно захотеть захотеть для себя другой жизни захотеть для себя счастья захотеть для себя любви во первых к самой себе потому что если вы держите себя в таких отношениях на вы сами себя не любите уж простите поэтому что нужно сделать вспомнить что вы у себя одна важное главное никто кроме вас о вас заботиться не будет ни один человек не способен начать о вас заботиться если вы сами себе не заботитесь поэтому если вы хотите здесь у меня сейчас будет карта глубинной проработки это для тех кто готов идти дальше для тех кто готов сильно менять свою жизнь дать посмотрим что вам нужно прям вот пойти и проработать до восстание феникса больше даже знаете как возрождение феникса то что сейчас вашей жизни происходит это лишь для того чтобы вы наконец-таки возродились то есть вы знаете как птичка феникс она же перед смертью сгорает да то есть ну и потом из этого пепла она возрождается так вот вот этот пламя да это как раз здесь у нас очень символично она проигралась вам действительно нужно все дотла вот скажем так спалить на для того чтобы родились новые вы и здесь именно эта боль вам дается которые вы сейчас переживаете именно для того чтобы вы вот это все прочувствовали на сгорели и потом восстали снова себя фу тяжеловатенько так ну что двоечки смотрите кто хочет пойти в эту проработку переходите по ссылке в описании там есть программа составленная с психологом совместно на то чтобы возродить вашего этого феникса для того чтобы вы новое на обновленное уже пошли в новый цикл своей жизни кому было достаточно того что здесь происходило здесь тоже было очень много важного полезного сказано работайте с этим кто хочет персональная расклад для себя что-то может быть очень сильно вскрылась да вам хочется прояснить как пояснить что-то уточнить мои контакты есть в описании связывайтесь со мной ну и соответственно пишите комментарии насколько у вас это проигрывается насколько вы ну скажем так видели да слышали вот то как она есть вашей жизни я буду очень благодарна за это и ставьте лайки подписывайтесь если еще не подписаны до новых встреч пока пока троечки приветствую ну давайте посмотрим что у вас что вас держит не дает двигаться вперед начнем с вашего ассигнификатора по нему поймете ваша позиция или нет давайте смотреть вы на сегодняшний момент что вас происходит жизни таких в энергиях и так далее три причины которые не дают вам двигаться которые вас тормозят причина номер один причина номер два причина номер три дальше посмотрим как каждая из причин влияет на вашу жизнь каким образом скажем так отголоски может быть подпорчивает как влияние первой причины влияние 2 причина влияние 3 причина и естественно совет вам подсказка как нивелировать это влияние да что-то исправить что-то сделать лучше вообще что поможет на на что обратить внимание давайте возьмем совет от психолога что на глубинном уровне нужно проработать чтобы справиться с той ситуации которая сейчас да и вас скажем так распахнулись крылья на то чтобы двигаться вперед подсказка даже не то что подсказка глубинный уровень проработки есть у меня еще одна колода если нам нужно будет прояснять сферы какие-то да мы на ней будем обязательно это делать итак давайте смотрим вы здесь и сейчас кто вы пришли ну что троечки не можете завершить какой-то этап своей жизни выйти на какой-то новый уровень новый цикл и здесь знаете больше что у вас такое достаточно упадническое настроение когда ну вот не чувствуете вы себя победителем не чувствуете что даже если допустим что-то масштабное не получается давно по крайней мере где-то в чем-то вы довольны вот нет то есть его знаете общее тотальное чувствование какое-то бессилие возможно здесь еще нас пятерка жезлов перевернута когда вроде как вы боретесь да вроде что-то пытаетесь сделать она все бесполезно как будто бы ни к чему не приводит как будто бы на самом деле знаете вас действительно кто-то как держит а как сдерживает и не дает вам двигаться вперед здесь еще может быть такое знаете что вы сознательно что-то не закрываете в том плане что знать как сами держитесь то есть возможно и нужно было что-то закрыть своей жизни да возможно какой-то этап возможно ну давайте я сейчас так на скидку скажу возможно нужно закончить какие-то отношения да потому что они уже не приносят вам удовольствие получился сделать потише что-то разыгрался допустим эти отношения вас уже не наполняют да больше стресса больше какого-то разочарования в всем происходит но нет вы не знаете как будто держитесь и здесь еще допустим про работу понимаете что допустим на этой работе я уже достигла всего чего могла и как-то вот в новое все равно не идете до все равно не даете себе вот этого как толчка до для перехода или же допустим вообще в принципе сфера деятельности вы понимаете что мы здесь уже всего достигли все же может быть перегорели уже да у вас какое-то новое свое сознание пришло но как-то не можете найти не можете решиться выйти на новый цикл вы не можете решиться закрыть одну дверь открыть другую да и поэтому вот у вас такое состояние и так троечки если вы себя здесь узнали да вот в этом описании тогда оставайтесь смотрите дальше если это вообще не про вас и сходить пожалуйста на 1 2 вариант возможно там вы найдете себя свое описание мы идем дальше да будем смотреть все таки вот эти причины что такое произошло ну или вообще в принципе да что не дает двигаться и так причина номер один знаете здесь или партнер что в котором вы находитесь а которая сильно приносит какие-то результаты результаты могут быть небольшие да здесь мы говорим допустим или давайте сразу просим какой сферы вообще касается если у нас есть такая возможность какая сфера кубки отношения так но сфера отношений смотрите в отношениях да вы находитесь и вы понимаете что вроде работаете вроде вкладывайтесь вроде как-то нового что-то получается да но она настолько знаете как будто бы мелкая как будто бы настолько не серьезная да в том плане что не с перспективы идти куда-то прямо совсем семью и что-то серьезное да а вот ну вот сегодня нам хорошо вот мы тут вроде как и варимся да в этом во всем то есть доработайте здесь еще знаете такое что посильно какой-то свой вклад вы вкладываете да и партнер возможно вкладывает потому что троечка то у нас прямая то есть по сути своей как это все хорошо но как-то я предположу что мелко но давайте посмотрим как влияет эта причина на вашу жизнь вообще так а вот удивительно смотрите вот здесь то у вас что-то первых я скажу сразу карты прекрасная на во первых все прямые то есть они положительно влияют на вашу жизнь и здесь знаете может быть такое что здесь у нас опять выходит поведитель но он здесь прямой наводишь его шестерка жезлов была перевернутая здесь она прямая здесь у нас колесо фортуны и здесь у нас солнце то есть по сути вот это взаимодействие вас она наполняет да просто единственная метода непонятно почему это является причиной мне тогда непонятно почему это сдерживающая причина вы не хотите вы что нет ну вы бы тогда и не был бы почему почему давайте так что здесь не так что почему но смотрите что могу сказать во первых возможно те эмоции которые вы получаете от партнера да они это не то что вы хотите то есть знаете как здесь возможно что или он до вас не дотягивает или не дает то что вы хотите или же скажем так чисто партнер эмоционально более бедный до или неразвитый но не в плохом понимании а что в принципе эту сферу человек не развивал ли он не знает как не развиваться и поэтому вроде как он старается что-то дает но это не то что вам бы хотелось потому что плюс-минус какую-то стабильность все равно эмоционально дает до 4 очка у нас прямая выходит как бы все прекрасно хорошо но двойка жезлов перевернутая это когда я не вижу вариантов возможности до других то есть я так понимаю что здесь просто вы зависли на каком-то определенном этапе вроде с одной стороны он вас наполняет он вам дает какие-то эмоции до само удовлетворение чувство не такое но здесь может быть такое что вы хотите просто выйти на новый уровень до отношений вы хотите как-то дальше раскручивать вот это колесо дают по сути в принципе партнер то я так понимаю что перспективный потому что вы вкладывались если бы было по-другому вы бы не вкладывали здесь единственное что давайте советом посмотрим по эмоциям опять же вы смотрите кубки идут знаете я бы сказал так отпустите отпустите значимость важность больше наслаждайтесь моментом больше будьте в моменте когда вам хорошо потому что если вам сильно хорошо то зачем куда-то как-то ну так невротические стремиться да то есть что мы обязательно должны что-то строить на чем-то работать побудьте в этом состоянии может быть вы на самом деле очень здесь смотреть еще по первой причине могу сказать такое что вы возможно хотите перехода уже на новый уровень да может быть идти в сожительство может быть идти уже в замужество в женитьбу да но этого не происходит да но вы же все равно прекрасно себя чувствуете вас действительно партнер ну наполняет здесь да просто отпустите вот этот это стремление на дальше давайте причина номер два посмотрим что там перевернутая тройка мечей это про то когда я не хочу учитывать чужое мнение да я не хочу скажем так принимать новые решения исходя из того что я вижу да здесь больше как-то на такой эгоизм немножко просматривать стать посмотрим тоже какая сфера опять кубки опять эмоции опять отношения знаете как будто бы вот ваш партнер вам что-то говорит что-то пытается донести а вы не хотите этого слышать вы не хотите принимать этого внимания да вы не хотите принять во внимание третий фактор возможно на самом деле почему человек ну ваш партнер не идет дальше да потому что есть объективные какие-то факторы до которые влияют или могут повлиять в ближайшем будущем а вы знаете как будто бы уперлись и хотите нет я хочу знать так ножкой топнула и вот так как она есть давайте смотрим как влияет ну смотрите во первых вы готовы помогать вы готовы идти на помощь чуть ли не бежать стремится да я сейчас условно сама все сделаю либо все было хорошо потому что у нас защита границ она перевернутая да то есть вы по сути своих не отставите свое какое-то мнение и больше как-то по легкости пытаетесь это все дело провернуть что да зачем усложняет да зачем вот это пытаться как это там за уши притянуть что-то все же так легко все же так прекрасно я еще тут тебе и помогу если допустим но вот мы смотрим условно да у нас пентакли это все-таки физическое проявление это может быть как-то в быту материальная та же самая помощь то что ну нам же будет легче там условно по материальному да по ведению быта и так далее ну и опять же да там как-то если совместное взаимодействие да она будет лучше знаете и честно скажу вторая причина да и давайте посмотрим перевернутые влюбленные советуем не делайте выбор не пытайтесь сделать этот выбор который вы сейчас делаете возможно вы сейчас знаете вот действительно пытаетесь за уши что-то притянуть честно вот сейчас не обижайтесь троечки мне кажется что вы как-то действительно пытаетесь искусственно приблизить на то что вы хотите то есть не дать скажем так самому вот этому течению времени течению допустим на тех же отношений до прийти на тот уровень который вот он идет потому что как бы ярого сопротивления то ну как бы нет то есть вас действительно смотреть что хочу сказать карты все хорошие но не считаетесь перевернутой девятки они все прямые то есть по сути вы черпаете ресурс из этих отношений вас действительно все хорошо там то есть зачем вы пытаетесь это все сделать мне вот пока немножечко непонятно есть у меня конечно одна мысль но давайте мы потом все таки до конца дойдем до чтобы резюме какое-то сделать так ну давайте смотрим третья причина перевернута пятерка кубков но смотрите я скажу так третья причина это то что вы концентрируетесь на негативе вы конкретно смотрите на все плохое что происходит так сферу здесь не забывай сферу мне наверно ваш как это неврозность передается это узнаете как давай давай быстрее быстрее ну давай дальше пойдем да так сфера материальные темпакли смотрите что могу предположить да потому как она складывается возможно действительно вам не нравится то как вы живете в плане быта в плане материального того что там достатка уровня дохода и так далее и соответственно может проиграться допустим там как-то низкое количество да там сексуально там близости и с этим партнером да и поэтому вы пытаетесь быстрее быстрее давай давай пойдем жить вместе до съезжаться давай как-то вместе быт устраивать и так далее да для того чтобы было легче потому что на данный момент смотрите вы действительно сосредоточена на негативе на вы подмечаете только то что плохо вы не подмечаете то что и хорошо потому что в отношениях есть это это в тоже допустим финансовой сфере давайте возьмем материальную сферу то есть вы больше концентрируетесь на том что мне не хватает на и поэтому теперь груз печаль вы не концентрируйте внимание как мне сделать так чтобы не хватало вывод на это не смотрите вы не смотрите вот в эту в активную про активную позицию вы не идете вперед вы не развиваетесь больше знаете как-то пытаетесь малой крови условно добиться того чего вы хотите ставить смотрим как это влияет на вашу жизнь это пятерка кубков перевернутая десятка мечей пентакли перевернутая и тройка пентакли перевернута так ну смотрите во первых как влияет тяжело вам как-то делать выводы принимать решения вам действительно это нужно сделать да здесь опять же я говорю если у вас проблемы с финансами то как вы имя управляетесь вам нужно просто принять это да вам нужно расставиться точки над и понять где у вас скажем так просадка идет и не просто уже на как бы начать как-то учиться финансовой грамотности и это не про то как куда вкладывать свои финансы ресурсы и так далее да а в первую как ими управлять как научиться управлять тем что у вас есть сейчас дальше у вас восьмерка пентакли перевернутая вам не нравится ваша работа здесь я могу ну как бы сказать да вам не нравится ходить на нее проводить на ней время вкладываться в нее вообще в принципе вот все что связано с работой с каким-то вот деланием да вот то что вам приносит доход вам это не нравится ну тогда вопрос зачем вы там находитесь поменяйте сферу поменяйте работодателя поменяйте может быть вообще уйдите на вольные хлеба начните свой бизнес да точно почему это да здесь сидите вообще непонятно и тройка пентакли перевернута опять же вы не готовы как-то вклад даже не то что вкладываться действительно где знаете как будто вы пытаетесь лезть не свое дело допустим вот с другой стороны но вот работали бы работали бы да вы там возможно ходите всем советы раздаете как кому руководить как кому что делать как но вообще в принципе да то есть занимались бы своим делом своей работой но вам не нравится так не делаете да потому что допустим если вот нравится работа пришел садишься там что-то себе в зависимости от деятельности до что у вас как сидите работаете да то есть вы понимаете для чего вы это делаете а вас на этом вообще не наполняет не удовлетворяет здесь у вас единственная десятка мечей прямая да это она говорит про то что она уже как-то сделала вывода на примере решения и иди уже дальше ну то есть вот про это я не знаю делаете нет может быть опять же тут как-то может быть у вас и здесь тоже этот мир переворачиваться потому что вы и здесь не можете как-то что-то принять давайте смотрим совет вам подсказку штырка кубков так интересно ну во первых будьте более открыты были будьте более эмоционально открытым и знаете вам про то что пока вы ну вот не найдете в себе эту силу да проявите эмоции которые вас и допустим по шестерке кубка все-таки но поделиться теми эмоциями то есть если сильно вы испытываете настолько упаднические состояния по поводу этой работы но расскажите там не не знаю близким людям родственникам друзьям да вот поговорите с теми кто бы вас поддержал да когда вы ну просто вам нужна поддержка да вы может быть и не делаете каких-то таких скажем так судьбоносных решений да не принимаете по десятке потому что возможно вас поддержки нет по возможно вам не с кем разделить да вот этот момент и здесь просто но признаете да вот это вот по силе по восьмерке это про то что даже признавая свои слабые стороны вы все равно остается сильным человеком потому что только сильный человек может сказать о том что у него не так что у него плохо да где он видит свои какие-то недостатки и так далее поэтому здесь просто нужно я бы сказала не бояться на проявиться смотрите троечки но на самом деле знаете вот честно у меня создалось впечатление такой какой-то повышенной тревожности повышенного какого-то что надо надо что-то делать надо к чему-то стремиться надо что-то менять надо что-то что-то надо постоянно да вот это такое состояние когда внутреннего покоя у вас почему-то как-то но вот не наблюдается то есть хотя с другой стороны яга еще раз говорю здесь карты очень прекрасные были и вот те отношения в которых вы сейчас есть да по сути оттуда вы можете брать ресурс до единственное что поймите для себя что их можно развивать то если вы хотите их развивать но не опять же не напрягом да давай быстрее пойдем сделаем там то 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 просто пустить вот как они идут а и тогда они вас приведут в более качественный уровень даже понимания себя и так давайте посмотрим вам вот этот глубинную проработку что вам поможет проработать вот это состояние для того чтобы быть готовыми двинуться во что-то новое и так карта печали она говорит о том что на глубинном уровне вам нужно прочувствовать свои эмоции это про то когда мы должны принять все наши эмоции и здесь именно про ну скажем так негативные да про грусть про печаль потому что возможно знаете вы не даете себе действительно понять прочувствовать почему вы печалитесь почему вам грустно почему вы хотите плакать почему вам так горько на душе да вы больше знаете склонны как-то задавить в себе подавить спрятать это да куда-то далеко-далеко скажем так убрать да чтобы не чувствовать этой боли чтобы не чувствовать вот это действительно знаете такой всепоглощающий какой-то беспомощности да хотя по факту вот это ваша глубинная задача которая даст вам ресурс потому что проживая свои эмоции вы действительно признаете что вы можете испытывать и скажем так негативные эмоции и вы имеете на это право вы можете через эти эмоции понять на чего хотите потому что когда мы печалимся когда мы грустим это говорит нам о том что мы не получаем того чего мы хотим и если вы не рефлексируете на эту тему да вы не понимаете чем на самом деле хотите глубинно хотите да и здесь про границы которые вы создаете вокруг себя потому что опять же вы не допускаете той боли да вы не хотите чтобы вам было как-то грустно печально так вот ваша глубинная задача поработать со своими вот этими эмоциями кто хочет окунуться в эту работу переходите по ссылке у меня есть материалы созданные совместно с психологом специально на проработку вот этой задачи тем кому скажем так было достаточно того что здесь было сказано здесь на самом деле очень много было вскрыто работайте с этим рефлексируйте про это кто хочет более глубоко погрузиться да именно в конкретную свою ситуацию как-то что-то прояснить да мои контакты есть в описании связывайтесь со мной естественно пишите комментарии мне интересно что у вас происходит да как вам отыгрываются вот эти расклады какие допустим вы открытие да делайте для себя когда их смотрите потому что это тоже очень важно и для других людей кто смотрит расклады да потому что какое-то ваше скажем так осознание пришедшая она подплакнет других людей кто прочитает ваш комментарий данные какие-то свои открытия на какие-то свои процессы это очень важно здесь наставьте лайки и подписывайтесь если еще не подписаны до новых встреч пока пока